...на сегодняшний день в науке, на эту историю. Естественно, второй, третий пункт — это классные исследования, примеры того, как это может нам помочь в лечении терапии, диагностики заболеваний. Небольшое резюме и после этого еще набор задач вычислительных, задач по моделированию, которые можно решать уже сегодня, и имея такие данные, которые имеет человечество. Почему вообще эта тема нам кажется актуальной? Что, скажем, в 2013-2014 году существует такое мнение, что в ближайшее время микробиота позволит создать наиболее перспективные способы диагностики и терапевтического воздействия на организм человека. И тем более, если вы сейчас не знаете, что такое микробиота, это должно быть вообще классным мероприятием, потому что вы мало того, что узнаете, что это такое... А что это такое? Да, вот. Собственно, про это наша следующая картинка. У нас есть три слова – микробиота, микробиом и метагеном. Мы их поочередно используем. Так широко их употреблять стали не очень давно. И микробиомом мы называем совокупность их организмов, их геномов, их взаимодействия с некоторой средой. То есть мы будем здесь много говорить про микробиом кишечника. В действительности, это сам кишечник или бактерии, которые в нем живут, и совокупность всех взаимодействий с этим кишечником. Сегодняшние передовые медики считают, что это такой новый орган человеческого тела, который в прошлом был недооценен, целиком не рассматривался. Оказывается, что сложность его настолько высока и связанность, вовлеченность, что для нас важно, психологические процессы тоже очень высока. Поэтому такой делается акцент. Все истории, 5-7, может быть, 10 лет, на самом деле, это связано с некоторым технологическим прорывом. Я про это несколько слов скажу позже. Микробиота – это то же самое, что микробиом, но здесь мы иногда забываем про окружающее пространство. И сами бактерии, которые там живут, микроорганизмы, которые там живут, больше акцент на них. Микробиоты, микробиом почти одно и то же. Просто микробиом – это как бы бактериальное сообщество. То, где оно живет, а микробиоты – это само бактериальное сообщество. Метогеном – это совокупность генетического материала микроорганизмов, которые живут в этом сообществе. То есть только их гены, только их геном, только и последовательность их ДНК. На самом деле, первый раз это слово появилось не так давно, 1998 год обозначен. И вообще, если говорить о бактериях, существует такая история интересная, то, что люди в какой-то момент считали, что они изучили вообще все бактерии. Как они решили, что они изучили все бактерии? Они побывали во всех местах, оттуда мазнули пыль, грязь, взяли такие специальные чашки Петри с разными составами, намазали на эти чашки Петри, все, что на этих чашках Петри выросло, они посмотрели в микроскоп, составили каталог и подумали, класс, мы изучили все бактерии. Потом появилась у людей возможность читать последовательности ДНК очень высокопроизводительными методами. Проект «Геном человека» в 2000-е годы технологическую эту область развил, и люди стали просто... и появилась возможность... Раньше нам нужно было вырастить много одинаковых бактерий, чтобы потом прочесть их ДНК, чтобы нам с одной и той же молекулы, с одной и той же последовательности был сильный сигнал. Дальше наша чувствительность увеличилась, она приблизилась к единичным молекулам, там есть некоторая методика увеличения этого сигнала, и мы получили возможность взять эту грязь, пыль и посмотреть, какие в ней находятся молекулы ДНК. Оказалось, что там находится молекула ДНК от тех бактерий, которые у нас ни разу не вырастали на чашках. И вау, оказалось, что тех бактерий, которые ни разу не вырастают, у нас на чашках их гораздо больше, чем тех, которые вырастают на чашках. И мы просто видели, ну, некоторое там светлое пятно под фонарем в этом мире бактерий, а вокруг еще темень того, что существует вокруг. А не следует ли из этого, что у бактерий с одинаковыми свойствами разные последовательности ДНК? Ой, это, если честно, вы вот как-то прям настолько глядите в корень происходящего сейчас в этом мире систематизации, классификации бактерий, там действительно такое явление, что мы, ну, как бы, все больше и больше... Раньше мы думали, что есть какие-то там дискретные области, одна бактерия другая, а сейчас мы все между этими областями заполнили информацией, и у нас, как бы, мы не можем отделить генетическую составляющую от того, что проявляется наружу, и это какое-то плавное пространство перехода из одного места в другое. То есть, где разница между генотипом и фенотипом еще более не ясна, чем во времена споров с Трофимом Денисовичем Лысенко? Да, там получается, что, например, ну, вот вроде мы в микроскоп видим одну бактерию, мы знаем, что это она, там, простая кишечная палочка, но по геному две разных кишечных палочки могут совпадать, там, на 30-40%, да, но мы их хотя бы как-то еще классифицируем как кишечные палочки. И, в общем, вот этот вот набор пыли, грязи и полного состава бактерий стали выделять отовсюду, да, например, там, в сыре есть специальный метогеном, который создает сыр из молока. Очень много метогеномов таких специальных интересных составов в почвах или в каких-то там специальных озерах, в России таких очень много мест, она тут источник, да, почему это изучают, потому что там какие-то специальные бактерии, обладающие специальными свойствами, да, у них есть какие-то гены, которые позволят нам, ну, там, в биотехнологии добиваться каких-то новых высот, которые производят какие-то новые вещества, эффективно работают при разных температурах и так далее. Поэтому смотрят в эту область первее всего. Также очень много бактерий, оказалось, живет в океанах и морях, и вот одно из последних мест, куда добрались ученые со своими приборами, это был кишечник человека, и там оказалось вообще, вау, еще больше, чем где-либо. Условно, в микробиоте живут несколько разных, если мы вернемся к биологии, да, несколько разных царств, это бактерии и аркеи, там могут находиться вирусы, и какие-то многоклеточные даже животные, эвукариотические, там, амебы, грибки, дрожжи и так далее, то есть, в общем, полный набор, мы все это называем микробиотой. Вот, собственно, из этого появляется такая, ну, как бы назовем там, подразделение отрасли науки, которое называется метогеномика, которое занимается изучением вот этих вот геномного состава микробов в каком-то сообществе. Им нужно в первую очередь узнать, что это за бактерии там находятся, а во второй очередь узнать, что они там делают, как они проявляются. Вот, и вот, собственно, на вопрос, кто здесь ответ дается таксономическим составом, то есть, мы перечисляем там все рода, виды этих бактерий и других животных. А что они делают, это функциональный состав, то есть, мы выделяем отдельные гены в этих последовательностях ДНК и предсказываем, какие эти гены могут давать кому-то. Американцы занимаются полностью телом человека, и вот здесь у нас на картинке, сначала про левую часть расскажу, потом про правую, разные полости тела, наиболее богато вязаными бактериями, это, естественно, кишечник человека и генитальный тракт. Богато в том смысле, что в количестве штук и в разнообразии, да, но, естественно, бактерии там покрывают всю кожу, и во всех местах, где мы можем себе представить, их найти можно, да, им ничего это не запрещает, ну, какая-то, может быть, есть история с мозгом, но у нас все больше сейчас мыслей, что просто там еще пока не обнаружено ничего. Здесь такая карта разложения, да, и у нас дальше тут очень простая есть такая математическая история, представление данных, что мы можем сказать, что каждая бактерия это вектор в многомерном пространстве, да, и моя лаборатория в основном с такого рода данными работает. Мы можем сейчас не сильно заморачиваться, ортогональные векторы эти или нет, прием мы пусть они будут ортогональными, на сегодня мы знаем 10 тысяч подвидов этих бактерий. В человеческом теле в среднем живут около тысячи разных бактерий. И вот, собственно, характеристика какой-то полости в человеческом теле это вот такая точка в этом 10-ти тысяч мерном пространстве. Что по осям? По осям как раз бактерии, да, то есть, например, вид бактерии, там, ишерихия коли, да, кишечная палочка, и сколько ее там в процентах от общего числа, да, или в штуках. И тогда получается, что вот так, 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 и вот в этом метрогеномном спейсе для каждой полости человеческого тела, для каждого человека можно поставить точку. Потом, поскольку в 10-ти тысяч мерном пространстве всем, кроме теоретических физиков, сложно ориентироваться... То есть, пространство задать неплохо, бескалянные произведения определить. Да, ну, мы считаем, что все вектора ортогональны, да, то есть, одну еколе помножаем на другую еколе, получаем... А цвета, значки разные что означают? Да, да, да. Ну, вот, собственно, эти значки, это переход от этого 10-ти тысяч мерного пространства методом главных компонентов, который пытается на двумерной плоскости из этого 10-ти тысяч мерного пространства, как бы, те точки, которые в 10-ти тысяч мерном пространстве были рядом, они и здесь будут рядом, которые были далеко, они и здесь будут далеко, примерно пропорции с расстояниями сохраняются, да. То есть, это такой, там, из линейной алгебры, это, как бы, переход к такому базису, когда будет максимальная вариация, там, в первых двух компонентах этого базиса. Вот мы здесь видим, и здесь от разных людей были взяты анализы бактерий во рту, да, и видно, что у всех людей во рту одинаковые бактерии. Были... И они, там, похожие между собой, да, были взяты бактерии на коже, они у всех людей, они просто еще были взяты в разные временные точки, находятся рядом мужчин и женщин. Урагенитальный тракт – это что-то посередине между ротовой полостью и стулом, такое отдельное подцарство этих бактерий. Мы занимаемся, и нам интересно сегодня будет микробиота кишечника, потому что из всех бактерий, которые живут на человеческом теле, 99% живут в нашем кишечнике. Это вообще такой супер-мега-реактор для этих бактерий, и это нам стало понятно, ну, как бы, насколько это важно и значимо не так давно. Да, от 300 до 1000 видов живет в каждом кишечнике. Число клеток, там, 10 в 15, 10 в 16, их на 2, порядка больше, чем клеток нашего собственного тела. Сейчас может произойти какой-то диссонанс когнитивный, это связано с тем, что они просто маленькие, да, они действительно сильно меньше, чем клеток человеческого тела, поэтому и там 1,5 килограмма сухого веса бактерий в каждом кишечнике, их в штуках больше, чем клеток нашего тела. А меньше, меньше на сколько? До 1,5 килограмма? До 1,5 килограмма, да, нужно быть. Это сколько же живого веса? Честно говоря, я вот не знаю, знаю цифру 1,5 килограмма сухого. То есть, так, типичное значение, сухой вес, но меньше 10% отбора. Ну, там в кишечнике в основном вода занимает и кашу, да, если... Смотрю, что я делал, а то и не каша. Не, ну, только в самом конце кишечника вода... 15 килограмм, это полтора ведра, пардон. Да, 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 а там, собственно, вы представляете... Даже у меня 10-метровый кишечник, если бы не трудились, там. Он очень длинный, и они занимают... Даже у меня меньше. Плюс бактерии... Я, конечно, уже... Не-не, бактерии, это не отгруцы, там, не 10% от сухой, ну, от общей массы. 15 килограмм живого веса, это 15 литров, плотность, примерно плотность воды. Ну, да. Нет, я не говорю, что ошибка, это перешить, есть полтора килограмм сухого в 15 килограмм живого. Ну, точно не больше 10% сухого вещества, меньше, скорее всего. О, вы не верите, что у вас уменьшится, вместится у вас 15 литров? Нет, нет, нет. Почему? Ну, тут-то уверен. Число генов, да, если мы начнем смотреть на число генов в этих последовательностях ДНК, то их тоже оказывается на два порядка больше, чем генов в нашем человеческом геноме. И нам интересно, что, ну, кроме понятной функции метаболизм, что они помогают или сами по себе переваривают все, что попадает в кишечник, они также, ну, не позволяют всяким вредным бактериям поселяться там, отвечают за развитие нашего иммунитета с самого детства, защищают нас от воспалительных заболеваний кишечника и не кишечника, и, как мы видим в некоторых примерах в конце, также организуют некоторую связь с нашей нервной системой. Это вообще очень популярная, сейчас прям супер популярная тема, называется ось кишечник мозг. Можно, можно уточнить? Значит, предотвращение колонизации патогенами – это что? Сообщают им, что занято? Да, фактически их вытесняют. Так, а про иммунитет? А мы сейчас все это дальше поговорим, да? А вот такого барьера, как слизистая оболочка кишечника, не существует? Такой барьер существует, конечно. А как же вытесняют? Ну, они живут в слизистой и в просвете, да? Наш кишечник, мы его можем условно… Мы сейчас про что? Про патогены? Вот наш, условно, можем назвать трубой этот кишечник, уходящий вдаль. У него есть оболочка из мукозы, бактерии живут здесь. И в просвете падает комочек еды, они облепляют его, начинают его есть, размножаться также вокруг. Ну, эта часть бактерий достаточно быстро проходит от начала к концу. Эта часть бактерий, ну, там, по-моему, 5 сантиметров в день, что ли, слизистая склазает. Ну, как какая-то ненулевая скорость течения слизистой вниз тоже существует. Вот что интересно, например, что здесь абсолютно среда стерильная, да? То есть, если бактерии начинают попадать через эту слизистую, да, там, и сюда, да, то это называется бактерий. Да, история не очень хорошая. Как-то организм это регулирует. Если попадает патоген, да, то сообщество, оно, в принципе, не дает ему есть, и оно обладает некоторыми тоже возможностями какие-то использовать антибактериальные свои функции и свойства для того, чтобы этот патоген здесь не задерживался, во-первых. Во-вторых, оно может дать сигнал через наш иммунитет, что вообще, ну, как бы, что-то сейчас не то происходит, и у нас такое часто бывает, караул, и просто полный смыв происходит всего. Два-три смыва, и сообщество восстанавливается потом нормально из того, что находится здесь при стенах. Патоген достаточно условное понятие. Дело в том, что когда у вас нарушается регенерация слизистой оболочки, например, при облучении ионизирующим излучением, у вас те бактерии, которые составляли полезную флору кишечника, очень быстро превращаются в патогены. Можно вот комментарий на эту тему? То есть, эти негативные эффекты, связанные с этим преодолением барьера, они, в первую очередь, не с видоспецифичностью связаны, а с тем, что просто большое количество общебактериальных таких антигенов, типа липополисахариды, попадают в кровоток системный, где вызываются воспаления. Воспаление как бы не столько полисахариды вызывает, сколько размножение патогенных бактерий. А что иммуногенностью обладает наибольшей составе бактерий, это именно липополисахариды. Понимаете, вот как бы и все негативные эффекты... Вещество, бактерии это микроорганизм. Я догадываюсь. Все-таки воспаление это размножение микроорганизма. Нет, нет, воспаление это реакция организма. На размножение... Влад, вы говорите, что когда много бактерий размножается, организм может узнать, что много бактерий, и воспаление это процесс в организме. Это не то, что если много бактерий размножается в чашке, это не воспаление. Воспаление это ответ организма на то, что он чувствует, что что-то не так. И Влад говорит просто про то, что это вызывается с помощью липполисахаридов. Наверное, при облучении нарушается полностью регуляция. Когда я говорю патогены, я имею в виду какие-то, скажем, для нас точно патогенные штаммы Еколи, которые вызывают понос или бактероиды сфрагелис, которые обладают тактическим воздействием просто на клетки. Да, и, собственно, почему, как бы, простое доказательство того, что бактерии помогают предотвращать колонизацию патогенов, есть два случая, когда наши хорошие бактерии здесь есть и когда наших хороших бактерий здесь нет. Помещаем патоген сюда и сюда, здесь он появляется и исчезает, здесь он спокойно заселяется в пристеночном слое и живет, да, и портится нам жить. Нет, такой процесс возможен, но он не единственный, наверное, неопределяющий. Возможно, не единственный, неопределяющий, да. Мы просто приписываем такую функцию. То есть один из возможных механизмов такой? Да. То есть зачем нам нужны бактерии в кишечнике? Одна из их функций для того, чтобы все внешние бактерии, которые к нам попадают, а у нас среда все-таки достаточно открытая, да, там, с водой и с пищей, ну... Вообще, скорее, чтобы обеспечить переваривание пищи, значит, пища не усвоена. Это только одна из функций. Да, да, да. Вот мы как раз об этом и хотим поговорить, что оказывается, что это не единственная функция, и, может быть, даже и не всегда там самая важная. То есть, например, у нас есть мышки, которые без флоры живут, и они пищу переваривают. Им это не очень мешают. Какой отлично. Интересно, что раньше, ну, можно было пойти там... А, да, и надо сказать, что мы занимаемся анализом фекалий, да, в первую очередь, и вся вообще вот эта наука, про которую я буду рассказывать, множество экспериментов, они построены на анализе фекалий, это, может быть, и предопределило такое мощное развитие в Европе и в США, потому что это не инвазивный тест, не нужно там огромное количество этических разрешений на это, просто берешь у пациента КАЛ и выясняешь, какие молекулы ДНК есть в этом КАЛе. В основном это будут ДНК бактерий, ну, и как бы условно это ДНК тех бактерий, которые размножаются у него в кишечнике, да. То есть, вся теория, как бы, строится на такого рода анализе, хотя я расскажу по нескольким случаям. А ДНК пищи там останется? А? А ДНК пищи останется? На фоне бактерий ДНК пищи практически не детектируется, то есть, их столько в штуках, да, что ДНК пищи мы просто не видим. Иногда там на уровне 3-5% видно ДНК человека, это сшелушивающиеся клетки эпителия кишечной. Если человек, например, болеет, да, там, каким-то воспалительными заболеваниями, то это пропорция, может, там, до 50% человеческой ДНК. Но, например, если у нас есть больные, у которых, которых очень круто протравливают всякими антибиотиками, да, и у них действительно просто общий уровень ДНК низкий, мы тут же начинаем видеть ДНК еды, которые они едят. Ну, это такое наблюдение, да. Раньше можно было сдать красивые круглые баночки в поликлинике анализ, и мы получали такой стандартный, расширенный, разуженный результат бактериологического исследования. И мы думали, что есть там лактобактерии, бифидомбактерии, и, наверное, они вообще в кишечнике там самые главные, потому что они говорят нам, насколько у нас все хорошо в кишечнике. Есть какие-то там условные патогены, которых быть не должно, там, ну, не выше какого-то порога. Вот. На самом деле, оказывается, ну, про лактоби и бифидом вообще все не так. Они составляют в нашем кишечнике 3-5%. Опять же, вся история в том, что в поликлинике на тех чашках, на которые высаживались эти бактерии, большинство бактерий, которые живут в кишечнике, не вырастает. Это связано с тем, что основная часть кишечника – это анаэробная среда, да, и там живут облигатные бактерии, а облигатные анаэробы. То есть они не будут размножаться, когда есть рядом воздух, да, они, скорее, погибают, там, замирают и так далее. А лактоби и бифидом, они могут и в такой среде, и в такой. И вот если бы вы когда-нибудь попали в этом корпусе на первый этаж, там есть вот такие вот машинки, более-менее похожие, это секвенаторы, которые как раз занимаются чтением ДНК, который есть в каждой бактерии. И, собственно, вся методика построена на том, что вы выделяете грубую массу бактерий, 30% условно, продукт, да, мы его называем. Из этих бактерий выделяете ДНК, дальше всю эту ДНК разрубаете на маленькие кусочки, да, там, если какой-то бактерий, там, 10 в 4, то от нее было 10 в 4 молекул ДНК. Каждую из этих молекул вы условно разрубили на всевозможные кусочки, примерно, там, длиной по 50 нуклеотидов, это, ну, букв в этой последовательности. Дальше каждую из этих последовательностей вы прочитали, и, ну, ваша задача обратно восстановить набор тех ДНК, которые присутствовали в вашем образце. Вот, ну, там, в математике это задача о кратчайшей суперстроке, то есть найти такую суперстроку, в которую бы входили все эти маленькие подстройки, которые вы делали, и вы восстановите примерно исходный геномный состав. Существует два больших игрока. Это проект Метахит Европы и Китай. Они составили каталог генов микробиоты кишечника человека, то есть очень много, там, больше 200 образцов они собрали, и все эти образцы очень тщательно прочитали, и из них выделили последовательности генов, да, приписали им всякие атрибуты и сказали, что вообще там, ну, в том, что мы собрали, и мы думаем, что примерно во всем человечестве, присутствует в кишечнике 3,3 миллиона разных генов. Миллионы разных генов? Миллионы, да, разные. У них считается, что если у вас две последовательности генов похожи на 80% длины, на 80%, 80% букв, да, скажем так, то это одно и то же. Условный критерий похож. То есть если один ген у двух разных бактерий в результате параллельного переноса имеется, то они его один раз посчитали? Да, они его один раз посчитали. Более того, это не очень жесткие критерии. У родственных бактерий действительно там больше, чем на 80%, ну, то есть просто, которые как-то разошлись в процессе эволюции, у них тоже могут быть гены похожие на 80%. То есть взяли похожие штаммы, сравнили, получилось, что в среднем на 80% длины, да? Ну, взяли все, что было у их условных 200 человек. Нет, чтобы этот критерий определить, да? А, ну да, такой условный биологический критерий, все им пользуются, не вдаются в подробности, да, почему-то. Второй мегаигрок – это американский консорциум. Четыре раза больше денег, и они занимались тем, что они составляли каталог бактерий, да? То есть они как-то старались получить отдельную бактерию, которая живет в кишечнике, и потом, ну, получить полностью ее геном, да? И более 600 таких бактерий они составили, продолжают этим заниматься. Особенность их работы была в том, что для того, чтобы получить геном бактерий, который не растет на чашке, и часто, как бы, условия роста на чашке, даже там, создавая анаэробную среду с разными компонентами, для того, чтобы именно эта бактерия вырастала, такие условия создать не удается, но зато они сделали такую технологию выращивания отдельных штаммов бактерий в мышах. Да, то есть в кишечнике мыши, хотя она там не очень похожа построить, там, крысы больше похожи кишечникам на людей, да, но очень многие бактерии вырастают, потому что, ну, там есть этот анаэростат, вот, и они добивались того, что в одной мыши размножаются там только бактерии одного типа, дальше их доставали оттуда, почитали геном и составляют такую каталог. Работа, ну, действительно там, условно, фантастическая, дорогостоящая, интересная. Несколько лет назад, там, на международных конференциях, мы наблюдали такую битву между европейцами и американцами, она заключалась в том, что, значит, европейцы говорили, что возьмем там какую-то условную систему координат бактериальную, и они говорят, что все там бактериальные сообщества, которые мы наблюдаем, делятся на три типа. Да, это бактериальные сообщества по типам, они делили на основе того, в каких пропорциях там были представлены какие-то бактериальные виды. То есть там, условно, там у них есть эти, там, 500 видов, и там какой-то есть паттерн, достаточно сильно повторяющийся. Вот эти вот, которые с таким паттерном, это бактериальное сообщество или интеротип номер один, там, с другим паттерном в составе сообщества. То есть одних бактерий больше, других меньше, третьих совсем чуть-чуть и так далее. Это интеротип-2, и там третья композиция этих бактерий интеротип-3. И даже говорили о том, что там есть, например, там бактерии руминококус, они как бы вот в основном обеспечивают существование этого интеротипа. Есть там бактерии, которые называются бактероиды, ДТС, они являются основой этого интеротипа, еще там этого, этого и так далее. Через год американцы им ответили, говорят, ребят, это у вас получилось просто в результате того, что вы взяли какую-то узкую выборку, и в вашей выборке, ну, так все условно поделилось на три кластера. Мы взяли там в два раза больше человек, во-первых, они сказали, что сколько бы вы таких бактериальных сообществ не взяли, вы всегда можете подобрать такую математику, чтобы чего-то поделить на три кластера. Это не очень сложно, а тех людей, которые будут находиться вот здесь и вам мешать, вы скажете, что это какие-то там по-английски outlier, да, какие-то неправильные люди, они по каким-то критериям не будут вам подходить в исследовании, и у вас все будет классно, ну, и там какие-то математические, там, силуэтная ширина, по-моему, есть такое понятие для кластера, чтобы считать, он действительно кластер или не кластер, что или там какое-то можно там расстояние от всех участников кластера до центра кластера будет, ну, какое-то такое, и оно там гораздо всегда меньше, чем от участников, до участников другого кластера, а у них они тоже кластер, и это есть там трат-датак. Математика, короче, ну, такая, очень замороченная. У нас группа из четырех человек, которая занималась этой темой, и действительно в течение года пересчитывала различными метриками, подходами, основаниями, эти кластеры получаются, не получаются. У нас было такое четкое впечатление, что как-то это очень странно выглядит, да, там, всегда можно подобрать такую математическую меру, когда, ну, условно, будет два, ну, или три кластера. Да, то есть любой набор точек можно поделить пополам, ну, а если повезет, и на три. Какая-то есть вот в биологическом мире такая особенность. Ну, и потом пришли американцы, опять же, с большим количеством этих образцов, и показали, что, ну, похоже, что этого не существует, это просто там, в Европе есть такие особенности, а потом возьмите другое место, и вы найдете людей, которые там заполняют все это пространство. Никакого такого смысла нет, но это было бы удобно, да, потому что нам не нужно было каждого человека индивидуально знать, какой у него состав, мы бы сказали, так, ты, ну, как с группой крови, да, ты там первого типа, тебе нужно есть сыр, ты второго типа, тебе морковку, ты третьего типа, тебе что-нибудь еще. Вот у нас есть такой сайт, и это был абсолютно без, как это мы называем, инициативный, да, инициативный проект, никаких таких супергосударственных денег мы при него не получали, сейчас в нем числится больше 20 участников в этом проекте, это клинические научные институты российские, которые, как бы, поняли, что, ну, есть такая тема, она сильно педалируется в других странах, и нам тоже было бы интересно это изучить, и 3 года назад, 12 медицинских, 5 научных центров, да, мы собрали по России 150 образцов, сами теперь знаете чего, это были большие города, Санкт-Петербург, Ростов, Саратов, Новосибирск, и были отдельные деревни, деревни в Тотовстане, в Омской области, в Какасии и в Тыве, и в Омской области вообще была такая прекрасная история, что это институт по изучению, там, редких народов, он нам предоставил образцы, собранные, там, условно, в деревне староверов, да, и зачем нам вообще были нужны все эти деревни, и нам было здесь интересно посмотреть, насколько режим питания современный влияет на бактериальный состав кишечники. И результаты вот опять представлены на такой двумерной карте проекции из, там, многомерного пространства. Здесь американцы, это синенькие точечки, китайцы, вот у нас с цветом плохо, здесь есть еще китайцы, здесь зелененькие, это европейцы, и вот есть красненькие русские, русские есть здесь, здесь, вот здесь, вот здесь, русские есть более-менее подсюда, и оказалось, что это соответствует, ну, некоторому распорядицу, то есть мы можем найти таких русских людей, у которых бактериальный состав кишечники будет такой же, как у американцев или европейцев, да, американец или европеец практически невозможно определить по бактериальному составу, да, то есть по соотношению разных видов бактерий, да, мы об этом говорим, когда говорим бактериальный состав. И оказалось, что те русские, которые похожи на европейцев и американцев, а это жители городов, а те русские, которые там как-то отдельно находятся на нашей там условной проекции многомерного пространства, это жители каких-то деревень, и более того, жители из одной деревни, они похожи по своим бактериальным составам между собой и не похожи на всех остальных. Ну, классная история, мы даже написали какую-то статью в журнал Nature Communications про это, и как раз там в дискуссии подразумеваем, что это связано с некоторой глобализацией пищевой цепочки, это сейчас очень популярная тема, с глобализацией пищи, то есть все люди в городе едят примерно одинаковую консервированную пищу, там мясо из Аргентины, курица из Голландии и так далее, и так далее, все пропитано антибиотиками или специальными веществами, чтобы все это не портилось, сохранялось и так далее, а люди из-за этого выживают, по-видимому, самые сильнейшие, и на всех континентах сильнейший это какой-то там условный набор микробов, который вот живет и может с этой антибиотиконагрузкой справиться. Сильнейшие люди или микробы? Сильнейшие микробы, да, люди все равно гибнут. А в деревнях живут какие-то исторические, по-видимому, в этой области образовавшиеся комбинации бактериальных видов, которые почти наверняка связаны с тем питанием, то есть понятно, что в ТВ люди больше, и в Татарстане какая-то мясомолочная еда. Но с диетой здесь мы провалились, на самом деле, в наших исследованиях, поэтому я из общих предположений могу говорить, что мы понимаем, что культурные пищевые, особенности культурные, особенности пищевого поведения здесь очень сильно влияют на состав, и, по-видимому, то, что мы видим в некоторых деревнях, это то, что там столетиями копится, потому что у некоторых людей в жизни не было соприкосновения, например, с антибиотиками или с промышленной пищей. Они живут себе, живут в деревне, едят то, что вынесло. Другая интересная для нас, как для физиков, история, что здесь две картинки, которые показывают здесь разный цвет, это присутствие разных бактериальных родов, а каждая полоска – это образец. Мы видим, что в разных образцах могут быть разные пропорции бактериальных родов. А вот здесь функции, которые выполняют гены. И мы видим, что вне зависимости от того, какая комбинация бактериальных родов, у нас есть некоторые постоянства функций, которыми должен обладать этот микробиом. И, возможно, даже мы ведем какие-то моделистские работы, мы предполагаем, что это есть некоторая внутренняя формула, что неважно, сколько у тебя каких бактерий, тебе важно, чтобы ты мог переваривать вот это, вот это, вот это, и примерно в таких пропорциях содержать эти гены. То есть, что более-менее одни и те же гены по-разному распределены между бактериями? Да, да, да. Ну, там есть, в принципе, есть гены, которые есть у всех бактерий, да, понятно, что они здесь точно всегда будут одинаковы. Но есть разные гены, которые встречаются либо у одних, либо у других, либо у третьих, да, там, комплементарные функции, и это может быть некоторой формулой, да, такого микробиома. И вторая история, которая касается разнообразия. Оказывается, что чем более здоров человек, или чем из менее такого урбанизированного места мы находим человека, тем больше вообще микробное разнообразие у него. То есть, может быть, их по чуть-чуть, но много разных. И точно так же, если мы смотрим по раздельным генам, мы видим, что у тех людей, которые не болеют, или которые живут в каких-то удаленных от города местах, разнообразие этих генов, оно больше, чем у тех людей, которые болеют или которые живут в городах. И также есть очень много работ по использованию антибиотиков, да, когда вы применяете антибиотики, через какое-то время численность бактерий в кишечнике восстанавливается, но их разнообразие скудеет, потому что какие-то из них, ну, вымирают и больше никогда не появляются. И это, собственно, вообще интересная история, потому что есть очень много работ за последние 100 лет по экологии, которые говорят о том, что чем больше разнообразия в сообществе, тем это сообщество устойчиво просто в принципе. И для нас такая вот мысль, переход в здоровье, это вообще вещь интересная, да, то есть нужно поддерживать какое-то постоянное разнообразие, чтобы у нас здоровье было, и уменьшать воздействие факторов, которые приводят к однообразию, к унификации. Ну, надо здесь сказать, что мы занимаемся чтением ДНК, да, и абсолютно не факт, что там две одинаковых бактерии, у которых абсолютно одинаковая ДНК, ну, где-то кишечник приведет, который уменьшается в полтора килограмма, он такой там, да, путанный. У коровы, конечно, еще больше, ну, и у нас там есть где заблудиться. Мы читаем ДНК, и там двух бактерий, да, бывают абсолютно разные состояния. Мы, там, изучая бактерии достаточно давно, понимаем все такие цифры, что в реальности, ну, там, в любой момент времени, да, там, у бактерий ДНК замкнута в кольцо, 50, примерно 60% ее генома, оно экспрессируется, то есть мы можем видеть какие-то белки, которые читаются с генов, которые находятся в этой бактерии, а примерно 40% они молчат и ждут какого-то своего специфического часа. Да, поэтому у вас, ну, то есть абсолютно понятно, что это такой условно-информационный подход, потому что у нас могут быть люди с одинаковым набором генов, но эти, у одного будет, там, одни 40% молчать, у другого другие 40%. Для этого возникают какие-то там собственные, еще дополнительные науки, кроме вот этой метагеномики, которая изучает, там, только генетические последовательности. Есть метатранскриптомика, который изучает последовательности РНК в таком сообществе. РНК – это когда вы передаете информацию с ДНК на рибосому, чтобы собрать какой-то белок. Метапротеоника – это набор всех белков. Метаболомика – это набор всех метаболитов, то есть простых веществ, которые они перерабатывают. И, ну, в общем, современные технологии, которые есть сейчас, пришли благодаря развитию физики, микроэлектроники, и математики, в медицину и биологию, они позволяют сейчас все это оценивать, там, все более и более корректно, и, там, скажем, здесь вот будущее этой науки в каком-то дополнительной оценивать. А где наука-то? Вот связь, стоишь, эта коллекция с чем связана, с какими слойками организма? Класс, да. Вот мы сейчас как раз к этому подходим. Я рассказал про небольшой словарь, как это устроено, о чем стоит говорить. И как раз наука, она здесь будет заключаться в том, собственно, ученые здесь поступают каждый раз очень просто. Они берут какую-то группу людей с каким-то признаком, здоровье, например, возраст, пол и так далее. Ну, лучше, чтобы она была достаточно гомогенна по этому признаку. Берут другую группу людей с отсутствием этого признака, с другим признакомом и так далее. У всех этих людей собирают фекалии, секвенируют и достоверно ищут, какие сигналы генетические различаются. Чем больше вы таких людей соберете, тем больше таких, тем достовернее будет выделение такого сигнала, чем гомогеннее будет выборка по какому-то признаку. И дальше вы можете рассматривать и фантазировать, как этот сигнал, вы нашли какой-то специальный ген у людей, которые болеют такой-то болезнью в микробиоте. Как он может быть связан с развитием этого? То есть, на самом деле, от простых наблюдений за бьюрками биология не очень далеко уходит. Просто другие аппараты это чуть стоит дороже, чем когда вы смотрите за красными птичками или синими птичками. Вот что удалось обнаружить про эти микробы. Во-первых, нам было интересно, что происходит нам, в смысле, нечем. Несколько тут будет таких посторонних работ, чтобы просто было общее представление, как это происходит. Что происходит с возрастом? У новорожденного микробиота поселяется от матери, и в зависимости от способа рождения у него в кишечнике можно найти вагинальную при естественном способе родов или кожную микробиоту матери при кесаревом сечении. Дальше ребёнок растёт, происходит грудное вскармливание. И сейчас есть какая-то потрясающая теория, про которую рано говорить, что, похоже, есть такой энтеромолочный путь передачи бактерий из кишечника матери ребёнку. То есть, существует специальный механизм в нашем человеческом организме, как мать может ребёнку передать бактерии, которые живут у неё в кишечнике с помощью грудного молока. Он абсолютно неочевидный, потому что там нет прямого. Можно грязными руками грудь потрогать. Это самое простое. Очень грязными тогда руками надо трогать. У ребёнка вряд ли они будут настолько грязными. Мать, мать должна потрогать. Да, это должна... Ну, то есть, в этом смысле, скажем, хопропагия, которая нами отрицается как класс, а у некоторых животных вполне развита. Это очень-очень естественная история. Но это не призык, я думаю. Это не призык. Пока нет. Дальше. Ну, собственно, если нету этого грудного кормления, то нет такого естественного пути передачи микроб. Есть какой-то грудовой пункт. Мы, например, изучаем семьи, которые живут вместе, или сообщество солдатов в Санкт-Петербургском, и мы видим, что там у людей тоже общие микробы. И мы точно их в капропагии не подозреваем. Действительно, мы между собой обмениваемся этими микробами не только при поцелуях, но и просто бытовым путём. То есть, например, собаки, например, которые живут с людьми в одном помещении, они тоже... С людьми одинаковые бактерии находятся, в кишечнике. Не все, но какие-то лимфопередаёты. Все с ними есть. Дальше, в раннем детстве разнообразие бактерий, то есть множество разных видов очень сильно увеличивается. Это сообщество, оно малоустойчиво, оно очень быстро адаптируется к диете, к тем, что происходит с ребёнком. У взрослого человека... Ой, это какой-то ужасный копипаст. У взрослого человека на самом деле очень микробиота устойчива, то есть можно человека кормить другой едой, он потом возвращается к своему нормальному состоянию, может давать антибиотики, он будет стараться вернуться к нормальному состоянию. По-видимому, это связано с тем, что в детстве наш иммунитет он тренируется узнавать те бактерии, которые живут у нас в кишечнике и знает, что это свои бактерии. И потом, когда любые другие бактерии попадают в кишечник, уже при натренированном иммунитете, он каким-то образом понимает, что это чужие бактерии и пытается их изгонять по-всякому. Механизмов для этого существует достаточно много. Ключевого механизма распознавания бактерий такого не выяснено. Мы, например, хотим показать, что это могут быть пептиды, бактерии в крови человека, которые нам кажется, что они фиркурируют. И таким образом, всегда организм знает, что у нас в кишечнике. Правильный состав, неправильный состав. А что такое тренированный иммунитет? В чем проявляется гипериммунитет? В чем проявляется недостаток иммунитета? Это можно как-то понять? Вы используете понятие тренированный иммунитет. А что это такое? Да, ну, есть врожденный иммунитет. Как он клинически проявляется? Есть врожденный иммунитет, тот, который у нас появится в любом случае. Есть приобретенный, который у ребенка... Ну, фактически это разные наборы антител, антител и антигенов в системе иммунитета, которые умеют распознавать макромолекулы тем или иным способом по их взаимодействию друг с другом. Соответственно, ну, бактерии, например, то есть, скажем так, начнем с примера, да, что американцы показывают, что применение антибиотиков для детей, когда они маленькие, убивает их бактерии и потом приводит к автоиммунным заболеваниям. Автоиммунные заболевания – это тогда, когда наш иммунитет реагирует на наше тело как на что-то чуждое. Да, то есть, какие-то естественные молекулы, которые образуются при нормальной жизнедеятельности нашего организма, они в какой-то момент начинают восприниматься нашим организмом как опасные, идет воспаление, опять же, и так далее. Ну да, какие-то ткани специфические, заменяют соединительные, да? Нет, 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 не обязательно. Просто поднимается температура, да, да, и, например... Ну, есть... Ну, это легкое, естественно. Да, да, да. Или, например, могут просто уничтожаться белки какого-то типа, например, синдром Гиена-Борре, да, есть такой, это когда у нас есть нейроны, они связаны отростками нейронов, и эти отростки покрыты белковыми эллином специально. При синдроме Гиена-Борре у нас возникают антитела к этому миелину, они садятся на этот миелин, приходят какие-то клетки, начинают этот миелин уничтожать, у нас перестают передаваться сигналы, нервные импульсы, да, то есть конкретная реакция неправильная на какой-то белок, он уничтожается, и дальше, естественно, потому что этот белок нам нужен, чтобы передавать электрический сигнал между нейронами, нарушается функция, да, там, ну, вот, там, и, значит, ну, человек в итоге там вздыхается, например, да, или дергается как-то, потому что все электрический сигнал не проходит. У меня вопрос. При рождении у ребенка в кишечнике какие бактерии? По идее, кишечник не используют? Кишечник стерилен, да, вот нам казалось, что кишечник в самом начале стерилен, вот, но в меконии, да, это первый, первый кал, уже присутствуют какие-то, какие-то бактерии. А как они передаются? Из-за чего-то, как я, по-моему, материн? Я, если честно, это такая тема, сейчас очень покрытая мраком, потому что она прямо в процессе исследования, да, нам всегда казалось, что ребенок плод, в этой околоплодной жидкости, он стерилен, там ничего на нем быть не может, такого, а уж тем более у него в кишечнике, потому что он не работает. Вот, но есть люди, которые, ну, они, например, ну, на мышах показывают, что дают мыши специальную меченую бактерию, там, с радиоактивным геном, и дальше у ее плода, в меконии, находят такую же меченую бактерию с этим светящимся геном. Механизм пока, ну, не понятен, но есть такие наблюдения. Они могут быть как артефактами, так и с помощью механизмов. И, например, в старости мы видим, что происходит снижение... Я же не рассказываю, про активные ямы сомнительные. Да? В старости мы видим, что снижение разнообразия бактерий происходит достаточно сильно, появляются какие-то специальные бактерии, которых нет там у взрослых людей или у детей, и вообще есть такая очень забавная теория про то, что в старости у нас появляются те бактерии, которые нас потом и переваривают, когда мы и умираем, и есть некоторый такой естественный путь, путь вещей. Они нас переваривают? Они нас переваривают? Со временем. Интересная трактовка. Есть такой российский исследователь Уголев, он делал простой эксперимент, он автоклавировал кролика, то есть обеззараживал его от бактерий, и дальше этот кролик абсолютно спокойно высыхал, не извинивал. Да, там, может, очень много дней проходит, первый показ, ну, и у нас то же самое происходит, что нас съедают, на самом деле, кишечные бактерии. Не все те, которые могут дышать воздухом, съедают изнутри наружу. Ну, там есть еще и разные другие звери, которые, если попадают, но если нас оставить вот просто, да, то мы будем разложены нашими собственными бактериями. Некоторые мумифицируются. Это очень интересная символия. Мощи святых всякие. Да, и есть еще эти восточные практики, которые так делают. Я даже такого в Иволгинском дат-дат-дат-ца не видел, там вот у них есть мощь человека, который как-то это сделал. То же самое, говорят, происходит с американцами. Американские трупы, они не гниют в могилах и считают, что это связано с высокой степенью использования консервант. То есть, люди, в принципе, уже настолько проконсервированы, что бактериям есть необычная жизнь. Вообще, довольно многие люди в геронтологических отделениях больниц, которые умирают не от сердечных заболеваний, не от раковых заболеваний, очень многие умирают от истощения. Поэтому они мумифицируются достаточно большой вероятностью. И ребята их съедают бактерии. Здесь только эксперимент нам может помочь, разрешить наш спорт. Нет, а, собственно, что мешает им потом быть съеденным бактериями внутри, если они умерли от истощения? А ты не знаешь, что в кишечнике нет бактерий? Ну, там есть, просто люди умирают от истощения. Это не связано по факту. Но точно вот, когда они умирают, не их съели бактерии, а они доели последних. Ну, почти все. Осталось немного. В этом смысле очень интересные люди, например, вот у нас есть такая группа, это алкоголики. Алкоголики, такие, которые алкоголики из больницы, они особенны тем, что, в принципе, могут на 30-50 граммах спирта в день существовать. Вообще отлично, пинеют сразу, и у них все процессы в организме. То есть степень переработки биотоплива у них на высочайшем уровне, и мы как раз пытаемся понять, вовлечена ли в это как-то кишечная история. Потому что у них тоже есть этот... То есть если у нас с вами... Они что, могут одним спиртом питаться? Да. Им не нужно кушать. Это прямо крайняя степень алкоголизма. Они спиртом вряд ли. Они все-таки тоже очень быстро умирают от истощения. Клинический случай, да. Это просто клинический случай, когда люди там в запое находятся месяцами, они не кушают. Им не нужно кушать. У нас с вами, например, первые 30, 50, 100, 200 грамм всасываются в желудке, а у них настолько эта вся система и слизистые изменены, что это долетает до кишечника, и мы думаем, что там есть некоторый микрореактор. Вы знаете, вот я немножко... У меня достаточно хорошо знакомый человек этим вопросом занимается. Так вот, при таком запое возникает состояние, близкое к нервной анорекситу. То есть люди тоже не питаются, это не связано с запоем, умирают от истощения, идите-идите. Хотя спирт в какой-то мере в метаболизме участвует. Да, да, да. И нам кажется, что как раз бактерии, но они все-таки наши неполные враги и помогают нам... Но это не значит, что человеку не нужна другая пища. В ее отсутствии он все-таки погибает. Ну, в конечном итоге погибает. Скорее, скорее, отсутствие потребности пищи связано с патологией в лечении, которая, собственно, и приводит к алкоголизму. Это вот одна из ее форм. Тут я тоже небольшой специалист, рассказываю про некоторые наблюдения и что нам интересно рассматривать. Да, понятно. Как эволюция микробиоты человека с возрастом связана с эволюцией бактерий в целом? То есть, сможем ли мы пронаблюдать здесь, где находится там гниссия филогенетического дерева или это как бы отдельный кусок? И будет ли так, что снижение разнообразия во взрослом возрасте это закрепление новых каких-то форм, которые оказались более выгодными данному человеку в данном эпидемиоде? Либо это возврат к предыдущим формам, которые уже были, просто другие новые формы не смогли рассматриваться? Я думаю, что это очень похожие системы, которые проходят этот путь снова и снова. И я думаю, что просто набор разных бактериальных видов, он адаптировался под заселение из внешней среды в такие вот эволюционирующие системы, как вот наше собственное тело. Потому что в раннем возрасте и в активной жизни у нас бешеный метаболизм, огромное количество веществ перерабатывается, мы двигаемся, перемещаемся, а в поздней жизни у нас всё-таки достаточно скудно, спокойно и так далее, и так далее. Я не думаю, что кто-то здесь закрепляется, хотя в целом мы тоже поддерживаем этот взгляд на каждого отдельного человека как такой реактор по производству новых бактериальных видов, потому что кишечники, как нигде, очень суровые условия, там на кубосантиметр пространства огромное количество разных видов, они точно обмениваются друг с другом генетическим материалом и ещё как. Высокая конкуренция, очень много еды, то есть где бы ещё не появляться новым видом существ, как не в нашем кишечнике. Почва при этом абсолютно скучное место, океан тоже скучнейшее место. Интересно, там, где происходит борьба, какая-то жизнь, кипение, бурление, это могут быть там всякие гейзеры, озёра, супер какие-то бобоолота интенсивные по перевариванию древесины или такие же вот кишечники более крупных существ. Вроде бы считается, что почва это как раз место, где очень высокая конкуренция, где разные микроорганизмы травят друг друга антибиотиками, которые... Да, но скорость роста там гораздо меньше, то есть количество циклов деления, которые проходят у нас все бактерии в кишечнике, она реально настолько больше, чем в... Потому что очень много пищи попадает. А если сравнивать с... Если сравнивать с... С той же почвой. То есть из почвенных там разных организмов часто там открывают там новые антибиотики, которые для этих организмов оружия химической войны. А что-нибудь подобное в кишечнике есть? Травят ли микрофлоры кишечника друг друга антибиотиками? Ну, абсолютно точно травят, и это для них механизмы общения. И когда мы смотрим, на самом деле, может быть, в конце у меня будет пара картинок про устройство всего этого, как сложные системы, да. Вот эти вот связи, подтравливание друг друга или подкармливание друг друга, это огромное число таких петлей обратных связей, которые находятся в сообществе, и правильная их комбинация. Точно так же наш, на самом деле, организм, он тоже может выделять очень специфичные вещества, которые будут, например, подкармливать только один вид бактерий или убивать только один вид бактерий. Таким образом регулировать совместно со всем сообществом какой-то гомеостаз всего того, что там происходит. Ну, вообще говоря, кишечник не должен быть очень благоприятной средой для развития бактерий. Дело в том, что основная функция кишечника, это, извините, все-таки питание организма. И большая часть неравновесной энергии оттуда выводится. Поэтому бактериям на взаимную войну не очень много остается. В принципе, да, если мы себя считаем как царя вселенной, то, конечно, кишечник служит нам. А можно смотреть так, что какие-то ребята засели внутри танка, этот танк ходит, собирает пищу, размножается, передает их по наследству своим потомкам, ну, попустно создавая какие-то литературные произведения. Мне казалось, что у людей может находиться другом месте. Все-таки. Если рассмотреть 7 миллиардов людей, то большая часть из них сейчас охотится за едой. А не размышляет о теоретической физике. И это абсолютно естественное состояние. Но, скажем так, очень опосредованно. Большинство людей на сегодняшний день работают по найму. и выполняют ту работу, которую кто-то считает полезной. Не они сами. И точно не их бактерии. Вполне возможно. Тут просто вопрос взгляда. Можно этот взгляд как бы из разных сторон? Нет, что они работают по найму, это совершенно точно. Это не вопрос взгляда. На самом деле КПД и пищеварительные системы довольно низкие. То есть, если мы возьмем фекалии, то у них столько энергии осталось, что еще хватит на питание в целой семье. Мы просто не употребляем это в таком виде. И попасть в кишечник и освоиться для бактерий это вытянуть счастливый билет. Потому что это быть в условиях, где всегда есть еда, где термостатированы условия. И в общем в этом можно только мечтать. Вообще, чтобы из этого материала извлечь больше энергии, надо несколько увеличить длину кишечника пережевывать жвачку. Так и делают многие. Коровы. Да, в связи. Иметь в желудке четыре отдела. Поэтому вот каждый решает эту проблему по своему. Кому-то проще больше... При данной конструкции кишечника, при характерном для человека времени прохождения пищи, существенно больше извлечь из нее нельзя. Если бы какие-то бактерии могли это делать... А бактерии могут делать свою пользу. Пользу человека не могут. Да, но уже вне организма, потому что за это время не успевают. Почему вы? На самом деле чего вы подтверждаете? Успевают более того, там, если 2 килограмма бактерий, то вы можете взять, ну сколько там... Потому что, извиняюсь, сухое вещество можно использовать в качестве топлива. Даже после коровы. Я просто о чем говорю, что действительно очень много энергии остается. Поэтому можно как бы удачно... Да, но в той форме, в которой ее невозможно усвоить данному организму. То есть, кишечник, знаете, очень большие такие вещи, которые много способов на процессах. А какой самый маленький кишечник? у нас есть, например, такая модель, это африканский комар. Ну и у него есть личинка. Реально... нам он интересен в том смысле, что этот комар, например, может засыхать полностью, да, в условиях засухи в Африке, потом попадает капля воды и он снова оживает. По количеству... Ну, там маленький кишечник. Бактерии там живут, ну, конечно, в меньшем разнообразии, но мы сравнивали с почвой африканской, которую собирали вокруг, да, разнообразие примерно такое, и даже там бактерии, которые живут в кишечнике, какого-то маленькой личинки, комара, они, например, помогают ей там правильно высыхать и восстанавливаться. Наверное, есть какие-то... То есть, и даже у мелких насекомых это есть, но там возникает проблема другого сорта, что сложно манипулировать, ну, со всеми... То есть, извлечь кишечник из личинки комара, это такая уже работа, ну, спешил. Очень... Ну, здесь очень хорошие модели мыши и крысы, потому что их можно там держать достаточно изолировано, и, например, если сделать матери кесарево сечение, оттуда достать мышат и в стерильной обстановке их вырасти, то это получаются такие животные, которые называются там, условно, germ-free или гнотобионты. Это животные без бактерий на поверхности и внутри тела, да, ну, то есть, там какой-то минимальный титр запускается, и вы этих животных можете, выделив откуда-то там, какое-то специальную бактерию туда поселять и смотреть, как они с ней взаимодействуют. Это, скажем, там, топ вот этих вот исследований в смысле моделирования процесса. Очень похожи на нас мини-пиги, в смысле пищеварительной системы, ну, их удобно, чем биг-пигов, чем обычных свиней рассматривать и выращивать, но их уже очень сложно сделать гнотобиотическими, для большого животного большая стерильная камера, но это все там сильно дорого, а там мыши и крысы, они все-таки плодятся достаточно быстро. Мы сделали мир настолько стерильным для себя, что ребенок, он, ну, как бы, не встречает вообще никакой грязи, никаких бактерий, не обучает в детстве свой иммунитет, и дальше во взрослости ему становится достаточно сложно. Показывают такие потрясающие механизмы, что, например, вот это вот у нас есть привычка эволюционная собирать все в рот в детстве, и дальше оказывается, что у матери ореол соска устроен так, что с поверхности детских губ бактерии очень легко проникают в организм матери, и к следующему кормлению мать полностью готовит иммунный ответ, правильный, да, против этих бактерий, и таким образом взрослый иммунитет матери обучает детский иммунитет ребенка, который ползает везде, и собирает всю опасность там внизу, и маме говорит, вот вокруг меня есть это, это и это, она говорит, ну вот это надо так, а вот это надо так, а вот с этим надо закупать так. Ну, соответственно, как только мы всю эту грязь убираем, детей начинаем кормить искусственной едой, да, я готов. вообще вот подобный подход привел Фрейда к довольно грубой ошибке. В такой момент он описал возникновение невроза у маленького ребенка. Слечил он его в промежутке, по-моему, от 3 до 7, что ли, вот 4 года. Объяснял, что невроз, извините, расстройство пищеварения, у ребенка был вызван скрытой ненавистью к отцу. По тому, как вот он описывал состояние ребенка, у него все-таки была не совсем психически уравновешенная мать. И расстройство пищеварения другой бы врач в медицинстве связал бы с неправильным кормлением и с недостаточной подвижностью ребенка. Так вот, Фрейд это связывал со скрытой ненавистью отцу. И вот его отец 4 года за это Фрейду платил. Но все-таки отец Фрейда был, извините, венским евреем. В России, когда пытались так учить, второго сеанса не было. А если вот у такого врача случайно оказывался второй пациент, то потом врач исчезал, и его найти не могли за такое лечение. Грубейшая получается ошибка. А подход аналогичный ваш. Да, да, да. Здесь вполне возможно, что это ошибка. Я просто сообщаю некоторые, скажем, слухи, которые ходят в среде, о том, что приверженность гигиене возможно не... То есть, конечно, это увеличило нашу продолжительность жизни, стерильность и так далее, и так далее, но у этого есть и обратная сторона, которая связана с тем, что наш организм плохо начинает себе представлять о том, какие могут быть у него естественным образом воздражения. Я бы вообще это связал немножко не с этим, вот тоже это отчасти мои личные наблюдения. Вот очень часто для того, чтобы продавать лекарства, ну, там, некоторые продукты, питание, различные технические устройства организуют рекламную кампанию. Так вот, стереотипы, которые в некоторых видах рекламы человеку навязываются, они с жизнью несовместимы просто. Вот такие вот стереотипы, такие вот идеи об избыточной стерильности, они вообще у многих людей, у многих родителей вызывают неврозы, от которых потом страдают их дети. И стерильность кишечника тут абсолютно не в кишечнике. Недостаток микроорганизмов в кишечнике тут ни при чем. Это заболевание совершенно другого характера. Здесь на картинке пример такого лонгитюдного исследования младенца. Если интересно, можно каталог роликов привести, в которых навязываются несовместимые с жизнью стереотипы. с первого дня по примерно третий год, 838 дней. Это филогенетическое дерево, разнообразие бактерий, появление здесь черных полосочек, значит, разнообразие как-то присутствует. И мы видим, фактически эти анализы брались раз в несколько дней, что с возрастом это разнообразие нарастает. Здесь были интересные истории в жизни ребенка, помеченные звездочками, а вот здесь они и подписаны, что у ребенка была температура, здесь ему давали антибиотики, здесь он полностью перешел на какую-то обычную еду, и мы видим, что все вот эти мероприятия, дополнительные, скажем, его естественные истории, они вызывают такой мощный отклик и изменение в составе микробов, который находится у него в кишечнике. И, например, американцы, для них вообще история с ожирением такая очень серьезная, они поставили такие эксперименты, что брали мышей, в детском возрасте мышам давали такие антибиотики, которые они обычно своим детям дают, врачи по предписанию, в минимальных дозах, смотрели, что происходит с микробами, казалось, действительно, что количество микробов уменьшается, потому что антибиотики на них влияют, дальше разнообразие этих микробов не восстанавливается, то есть там меньше разных видов бактерий присутствуют, и следующим шагом они контрольным мышам, которым ничего не давали с детства, и тем, которые были пролечены антибиотиками, начали давать пищу, которая на 30% была более жирная, чем стандартные организационные мыши, и те звери, которые были нормальными, с ними ничего не происходило, а те, которые были пролечены, и у них был более скудный репертуар этих бактерий, они начинали на этой пище с большим задержанием жира достаточно быстро полнеть. Ну, и там, для американцев это такие наблюдения за просто своей собственной жизнью в этот момент. И дальше из этого являются они Фрейдом, не являются Фрейдом, они строят новые подходы к терапии и лечению. Появляются нового рода такие исследования, которые называются MGVAS, то есть это метагеномные масштабные ассоциативные исследования. Такое же раньше делали с геномами людей, когда искали связь состава наших таких-то особенностей, нашим ДНК с заболеванием, на сегодняшний день такие исследования берут тысячу людей с какой-то болезнью, тысячу людей без болезней, исследуют их ДНК в различных точках, и смотрят какие сигналы от ДНК чаще встречаются у людей с болезнью и у людей без болезни. Стандарты таких исследований, что это многоцентровые исследования по всему миру на разных национальностях и так далее. То же самое будет история с этими метагеномами, но сейчас первые пилотные исследования, я бы просто их там перечислил, показано, что есть связь каких-то бактериальных родов с атеросклерозом и даже более того, показано, что микробиота перерабатывает L-карнитин через такой достаточно сложный путь в проатрогенные вещества, показано, что диабет второго типа тоже ассоциирован с некоторым составом микробиота, никто здесь не знает, как бы это результат того, что человек в таком смещенном метаболическом состоянии находится или как-то микробиота на это влияет, но там кроме того, что допустим есть какие-то супердорогие китайские исследования, которые в ведущих журналах публикуются, можно обратить, что ведущие фармацевтические компании, Новонордиск, это один из суперпроизводителей мировых лекарств от диабетов, действительно серьезно вкладываются в исследования микробиоты при различных метаболических нарушениях. С диабетом второго типа интересная история, что если взять китайцев и европейцев, два разных исследования, они показывают совершенно разные маркеры ассоциации при заболеваниях и это может быть тоже такой особенностью, что все также зависит и от какого-то культурного фона, но это могут быть какие-то персональные гены или питание. В общем, мы видим такую примерно картину, что у нас существует врожденный иммунитет, который определяется генетикой, есть адаптивный иммунитет, антибиотики и диета влияют на всевозможный наш микробиом, на наши бактерии, они каким-то образом отвечают на это, это передается в нашему врожденному и адаптивному иммунитету, он как-то учится или реагирует, ну и там например история с астмой сейчас похоже сводится к тому, что это были какие-то нарушения метаболизма в кишечнике в детстве, да, и потом это приводит к астме в каком-то достаточно большом количестве случаев в Европе и люди целенаправленно идут в эту сторону, ищут здесь такие подходы, чтобы все вернуть вспять. Здесь у нас есть некоторые проблемы с иммунитетом, потому что во взрослом возрасте его, ну так, достаточно сложно переобучивать. У нас есть стенка кишечника, и кишечник на бактерии влияет с помощью разных антимикробных компонентов, цитокинов, химокинов, а в свою очередь бактерии обратно могут выбрасывать всякие короткоцепочные жирные кислоты и некоторые молекулы, которые являются вообще сигнатурами микробов. Есть, например, такие интересные микробы, у которых состав клеточной стенки такой же, как у клеток эпителия. То есть, они супер вообще приспособились под нас, и наш организм не может их отличить, иммунитет их не может отличить от наших собственных клеток. И никогда не будет на них реагировать, потому что реакция на них равносильна реакции на собственные клетки. но эти бактерии для нас не вредны. Они наш очень давний симбион. Если бы была такая вредная бактерия с таким составом, то все человечество исчезает. Для нас с микробиотой и болезнью пока непонятно, где причина и где следствие. Как раз развиваются эти огромные исследования и следующую трех-пятилетку в России. Такие исследования будут проводиться и в России тоже. Нам абсолютно понятно, что нужны разные стратификации по диете, этническим группам и так далее. Прямо несколько слов про США в этом смысле, что там эпидемиологическая история с ожирением, с 10 до 30 процентов диагностированное ожирение, то есть как диагноз поставлен доктором, а не то, что там человек, мы думаем, жиртрест идет по лучшему. Доктор поставил диагноз ожирение больше 30 процентов в 2008 году. Это как раз связано с тем, что антибиотики повсюду применяются в медицине, они также в субтерапевтических, как это называется, дозах, но на самом деле такого понятия не существует, применяются при выращивании всевозможных сельскохозяйственных животных, животные от этого становятся больше, тушнее, красивее и так далее. Ну и естественно, это все, может быть, под радарами Роспотребнадзора проходит, но попадает в наш организм. А интересно, какая была ситуация в Риме ко времени распада Римской империи, к сожалению. К сожалению, какая была ситуация в Риме ко времени распада Римской империи. Да. Они же тоже с ним боролись. Да? Да. Можно, наверное, по деформации костей как-то определить. Вот римские патриции, к сожалению, мощно даже пороли. Да? Не меньше. Это так. Ну, в США даже у плебеев, да, то есть 30% это больше, чем количество патриций. там тоже по 30% многовато. Есть, например, такие примеры, которые нам говорят, что кроме антибиотиков еще существуют и консерванты. Да, это вот 137-й день, такой известный проект, он назывался Happy Meal Project. Ну, вот на 137-й день еда выглядит вот так. Понятно, что это, наверное, не очень плохо. У нас есть такой там аналитический тум, который показывает, как часто в публикациях ассоциируются микробиоты и различные названия заболеваний. Там это списки всевозможных заболеваний, аллергия, целиакия, рак желудка, но это одна единственная бактерия, аутизм, то есть вот это тоже интересная история, что аутизм связывают с бактерией, да, представляете, и вот это вот правительство патрициев выделяет гигантские средства на исследование этого. Исследование бактерий, вызывающие аутизм? Нет, на взаимосвязь проявлений, да, или степени проявления аутизма, да, и бактериального состава. Может быть, сейчас мы немножко в эту сторону забежим. Я бы сказал, что речь идет об отмывании и бюджета с гамочем. Нет, но тут не утверждается, что это причина, может быть, это следствие. Да, но у нас все-таки подход научный должен быть. Формат до свидания этого. Есть интересные работы по пересадке, я боюсь сейчас вас совсем шокировать, по пересадке кала от больных аутизмом в мышей, да, или там есть мыши с проявлениями аутизма, ну, такая есть там крысиная, крысиная модель аутизма, их бактерии пересаживают мышам, которые так себя не ведут и мышам, которые как бы ведут себя как аутисты, пересаживают нормальную микробиоту. Очень многие паттерны поведения, которые связаны с аутизмом, я помню, единственное, что помню, что они там шарики регулярно любят закапывать, вот мыши-аутисты, после пересадки микробов от нормальной мыши, они начинают делать это достоверно реже. Да, в этом научность подхода. То есть, скажем, исследования разных влияний. Нам кажется, что это вещи не связанные, можно поставить эксперимент, ну, проверить его самому, как это связано. И вот по поводу аутизма, что существует так называемый gut-brain axis теория, теория кишечных мозг, здесь такой эксперимент, что есть известные там мыши SPF и GF, известно, что там SPF мыши, они GF мыши были такие достаточно активные, SPF мыши достаточно агрессивные, извлекают из какашек микробов, ну, все остальное отмывают, пересаживают, местами меняют у этих мышей, активные мыши становятся спокойными, спокойные мыши становятся активными, если из активной мыши в активную пересадить, ничего не изменится, если из спокойной в спокойную пересадить, тоже ничего не изменится, то есть, это не эффект самого проведения этой операции, А действительно добавление. При этом, кроме поведенческих тестов, проверялись еще активность некоторых транскрипционных факторов, то есть специфического поведения клеток в мозгу, и оно тоже меняется при пересадке микробиота. Это, скажем так, первое исследование по этому поводу. Мы понимаем, что микробы могут создавать огромное количество маленьких молекул, которые попадают в наш кровоток, и дальше могут опосредованно или напрямую влиять на наш поведение. Вот сторожилы кафедры физики рассказывают, что некоторое время назад проводился опыт, как влияет магнитное поле на поведение петуха. Очень долго искали причину. Оказалось, что все-таки магнит деформируется, голову петуха сдавливают. Называют в нем приступ активности. Очень долго разбирали. Супер. Считали, что это влияние магнитного поля на прохождение нервного инфекции. Фекальная трансплантация, или по-русски пересадка кала. Сейчас это принятая операция при клостридиальной инфекции. Это такой ужасный патоген клостридия. И в некоторых случаях, ну это с 50-х годов применяется, это ничего нового в таком медицине, в современной европейской доказательной медицине. Бывают такие случаи при этой клостридиальной инфекции, что антибиотиками невозможно извести эту бактерию. И тогда пересадка кала от здорового донора, оказывается, может оказать какой-то эффект вплоть до ремиссерта. Механизм здесь абсолютно непонятен, но видно, что есть результат. В общем, есть история про то, что люди пытаются сделать такой синтетический микробиом, да, заранее запрограммировать из каких-то бактерий, что он будет состоять. У нас в России есть такая история про Илью Мечникова, который из своих же бактерий делал кефир, ну они им помогали сбраживать молоко. Из тех бактерий, которые он из своего кала изблёк и в течение жизни его пил. Чем он закончил, можете посмотреть в интернете. Ну, собственно, США, как эталон регулирования в здравоохранении, начал регулировать вот эту операцию Fecal Mast Explantation в прошлом году. Вообще, известны случаи, когда применение гомеопатических средств в концентрациях, когда одна молекула действующего вещества проходится хорошо, если фикс в океане, ещё более эффективна. Да, ну, наверное, вы не сталкивались с кластридиальной инфекцией. Здесь просто разные совершенно разные истории. Постоянный кровавый понос в течение, например, полугода. Наверное, можно это попробовать лечить одной молекулой из океана, но есть случаи, когда людям реально это помогает. Нет, ну это то, что одна молекула действующего вещества, хорошо, если находится в тихом океане, да, говорит о том, что механизм действия иной. Чем? Чем химический. А, хорошо, да. Здесь мы, вполне возможно, что здесь так и было написано на прошлом слайде, что механизм действия неизвестен. Тоже одна такая европейская болезнь, которая называется болезнь крона, она связана с тем, ну, ее проявление, а? Почему европейская? Европейская, потому что, как это, global burden of disease по-русски. Насколько я понимаю, это некросы частичные, там, как, какого-то отдела кишечника, да, мелкая очаговая? Да, что-то в этом роде. Ну, там есть няк, там няк, но вот болезнь крона еще одновременно связана и с появлением каких-то специфических патогенов, да, на сегодняшний день. То есть, это не генетическое, там, то есть, у него есть разная природа, автоиммунная, генетическая или бактериальная считается. Да, возможно, что это, ну, множество этиологий имеет сама эта болезнь. По факту, да, просто участки кишечника начинают истощаться, там идет постоянное распаление, потом образуется дырка, ну, и дальше сепсис и так далее, и так далее. Там, там, для множества больных крона даже недоступна колоноскопия, потому что, ну, там, колоноскопист не может туда колоноскопом забираться, чтобы на все это посмотреть, потому что очень опасно, можно задеть и стенка порвется. Вот для такого больного тоже была произведена, это единственный случай, опубликованная пересадка кала от здорового донора, и тоже, там, 6 месяцев, у него через 6 месяцев наблюдалась стабильная ремиссия. Здесь, ну, европейская она потому, что максимальный рост ее в Европе, и особенно у северных европейских народов, финнов, норвежцев, датчан. Раньше о такой вещи вообще было там неизвестно. В России, ну, крон существует, но пока нет такой эпидемиологической обстановки. В Северной Европе считается, что вообще эпидемиологическая обстановка по этому заболеванию. Ну, там, тема, которая нам нравится в лаборатории, это еще про взаимосвязь, естественно, с пищей, о чем бы еще в этот момент не поговорить, когда мы изучаем микробиоту. Есть интересные, тоже опубликованные результаты по взаимодействию. Были взяты люди, которые едят животную пищу, и им давали растительную, и наоборот. Были люди, которые традиционно едят растительную пищу, и им пищей, но потом его микробиота вспомнит, какой она была, и к этому состоянию вернется. То есть, как-то реагирует, насколько эта реакция устойчива, мы пока не знаем. Такое резюме, что вообще микробиоты – это новый орган, и действительно, очень многие люди смотрят на него именно так. В становлении здоровья показана ключевая роль, особенно в детском развитии. Антибиотики и питание оказывают влияние на эту микробиоту, и в ближайшем будущем, похоже, что будут созданы новые терапевтические технологии, или там, мониторинга, технологии мониторинга за составом микробиота, которые будут нам что-то говорить о нашем здоровье. Мне кажется, я уже перебрал даже со временем, полтора часа, поэтому прошу вас прощения, как-то так затянулось. Это было связано, наверное, с тем, что какой-то я увидел живой интерес в вопросах. Вам спасибо, если я могу еще что-то рассказать по этому поводу, с удовольствием отвечу на вопросы. Давайте не забывать, что тут еще была мысль провести экскурсию. Да, да, да. Мысль была добрая. Да, да, да. Всех желающим я предлагаю пройти в геномный центр.